Так все-таки можно ли добиться того, чтобы наши дороги перестали быть болевой точкой? Александр Богомаз считает, что можно. Просто повести себя надо, как настоящий рачительный хозяин. А начиналось совещание вполне традиционно. Руководитель регионального автодора Александр Башлаков рассказал о том, как пережили зиму брянские дорожники. Привел уже известные всем цифры. В прошлом году построено в два раза больше дорог, чем в 2015. И обошлись они дешевле. Цифры цифрами. А на деле мы имеем то, что имеем. На старые дороги без боли смотреть невозможно, а ездить по ним тем более. К слову сказать, к новому асфальту особых нареканий нету. А вот старые дороги, испечренные язвами, крупных ям и широкими трещинами, требуют ухода. Причем незамедлительно. Мы работу ведем в полном объеме. Вы работу ведете в полном объеме? Но если бы вы еще и думали, как ее везти, то были бы другие показатели. 35 тысяч сегодня квадратных метров у нас ям на дорогу. Чего вы их не заделаете? Да, нужны 15 миллионов. Но если бы вы были хозяинами, понимаете, хозяйский подход, то понимали, что будет не 35, а будет 350. Потому что каждая маленькая ямочка начинает ее разбивать. И действительно, всем понятно, что ямочный ремонт – это не панацея. Но он поможет дорогам дожить до капитального ремонта. К сожалению, не все чиновники это понимают. Ну вам же это что, получается выгодно? Получается вам так хорошо? Хорошо тем, кто обслуживает дороги? Там же деньги не проконтролируешь? Так или не так, Александр Федорович? Так. Сказать нечего. Зачем терять время? Зачем доводить дороги до состояния, которое в народе называют как после бомбежки? Ответов на эти вопросы губернатор так и не услышал. Не ждите раскачки. Погоды ждете. 8 градусов на улице, температура. Не ждите. Не ждите, как не работаете. Одна-две машины, на всю Брянскую область, это не работа. Это, слушайте, это не работа. Это показуха. Итак, вывод понятен. Дорожники должны залатать 35 тысяч квадратных метров ямок сегодня, чтобы к лету они не превратились в 350 тысяч. Вот тогда можно будет говорить о качественном капитальном ремонте. А пока что главный дорожник и ответственные чиновники региона получили взыскание. Начиная от замгубернатора Макренко и заканчивая Сергееву. По выговору следующим будет несоответствие. Губернатор сказал свое веское слово. И нет сомнения, что все чиновники его услышали. Вот только стоило ли доводить до этого? Может быть, если каждый из причастных лиц в полной мере ощутил бы себя хозяином на своей земле, то и не было бы необходимости в принятии жестких мер. И наша главная российская беда перестала бы быть притчей во языцах. Алексей Хатиновский, Артемий Маркелов, Владимир Шалободов. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин